Прогнозирует расширение цветущих фруктовых садов. Дальше красота, он был у этого главы, главы А, Спартанагра, умница, прекрасный человек, вот. И дальше обещает всем помощь, вот, но еще раз, промышленный сад, я был промышленный сад Груш, я работаю на Вардойзе, на дачнику. Дело в том, что наше большинство садов меня знают там, вот, я Лукашенко подарил книги, диски учебные, вот, ну, получил формальный ответ от замминистрации. Дальше сельского хозяйства, благодать, так он, наверное, расписывал, какой вы молодец, как это, ну, типа, работать с дачниками, а мы уж как-нибудь без вас обойдемся. У нас регламент, вот, я считаю, что дачное хозяйство, оно должно быть, даже, даже в той же Беларуси, оно должно быть более щадящее, более щадящее. Повторять за промышленным хозяйством все их агроприемы, это, да я уже показывал, помните, когда я говорю, вот 10 этих самых, как их называют, 10 карликовых яблок, на всех 10-9 плодов, то есть, да, одной даже плода не хватило, там по одному, по два, парочка вообще без плодов. Это реальная жизнь, почему? Чем севернее, тем хуже, 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 наступает такой момент, где или возвращаемся на сеянцевую подвое, или садов не будет. Но мы можем как, знаете, у нас никогда государство не кормило картошкой, мы всю жизнь выращивали сами, иначе, извините, полуголодное состояние было, скромные зарплаты, мы любим советское время, но забываем, сколько мы, это, лопатой земли перепахали. Вот. И тогда, к чему я это говорю? Нам нужны надежные, дачные сады. Вот. А то, что вот сейчас, как у нас было? У нас еще раньше, чем вот он сейчас, он пообщался. Вот. Все организовано. За 15 лет доказал, что яблочный бизнес может быть организован на высоком уровне. Вот. Вкусовое качество, содержание витаминов, оксидантов, плоды лучших зарубежных. Кстати, это не так. Чем севернее, тем больше кислоты в плодах. Не забывайте о количестве этих солнечных излучений. Поэтому все равно, они будут лучше храниться, но у них сахара будет меньше. Поэтому сравнить один к одному южные и северные сады нельзя. Ну вот. Но, допустим, Беларусь, она небольшая. Север Беларуси, юг Беларуси, запад Беларуси, восток для нас это пустые слова. А вот огромная Россия, это совсем другое. А почему я так, это самое, скептически к этому отношусь? А вот почему. Значит, едем на север и получается примерно... Нет, вот мне так не хочется надеяться, что вот это всепланетное потепление сделает нас, всю Россию, Беларусь. Вот. Стоит ли на это надеяться или не стоит? Я бы, наверное, на это все-таки не надеялся. Вот. Значит, если там обязательно будут ради, чтобы они... Ну вот наш российский производитель, средняя полоса, вот, значит, десятки гектар, настоящий хозяин, настоящий фермер. Вот. Но его вот эти слова, прозвучало его, они... Если там, в южных странах, 40 обработок яда, а у нас всего 28. Да. Почувствовали разницу? Да, это здорово. А у меня ни одной. Почувствовали разницу? Давайте все-таки исходить из другого. Мы можем назначить в участке то, чего не может себе позволить... Вот, вот, подобрал слова. То, что не может себе позволить промышленный фермер. Вот. Так что, это здорово, что Лукашенко такой... Видишь, что Лукашенко его и поддержит, и в 10 тысяч тонн он вырастет. Ну, а дальше начнется поставка к нам. Ну, я не верю, что у него, у этого фермера пойдет без этих, без яна. Не верю. Ну, вот, пожалуйста. Поперил Лукашенко готовность выделять сельхоз в Гонде. А Сергей несколько соток отказал ждать шушенский этот, по совету. Ну, это у нас, кому нужен, Сергей Железов. Вот. Ладно, проехали. Больших промышленных садов груш в стране нет. Я иногда так думаю. Груши вырастить не труднее, чем яблони, да? Вот. И они во многих отношениях превосходят яблони, знаете как? Если им не приезжать к роду, чтобы вода не сожрала штамп, не сгноила, не приезжать. А у него этот самый, настолько гигантский сельсовый корень, вот вверх 10 метров, и у них 10 метров. Представляете? А чем хорош дачный сад? Вы можете работать на двух работах. Вы можете ездить на эту самую, за тысячу километров, то что называется, вахтой, пожалуйста. Месяцев съеду. Ну и что, приехали, а урожай уже это. Можно собирать. Вот чем груши отличаются. А яблони, этот тот самый, карликовые подвои, знаете, я их считаю уродливыми, потому что эта палка порощенная. Выращая из ничего корни. Даже ученые не знают разницы между корнями из почек, чьи корнями из этого, из клеток. А мы уже с вами знаем. А нам уже настоящие вырастили. У меня сейчас так, я сейчас 1010 семян уссурийской грушки готовил, 1010. В надежде, что когда-то именно промышленные сады груш, когда появятся, в России, не в Беларуси. Пару белорусов, кстати, недавно купили у меня. Весь набор. А по-косовски, косточки. Спасибо, ну пара всего. А здесь получается, что в России, я догадываюсь, чем долго, ну, докладываю. Именно в России, места, где до воды далеко, груша, где будет 5-10 метров до воды, страдать не будет. Дед, поливать их не надо. И вот я заблюдаю, да, за 20-30 лет этими грушами. Они не дичают. Конечно, иной год вырожай маленький, но чтобы совсем вырожая, такого еще у меня в жизни не было. Сколько я фильмов показал, сколько я людей угощал этими самыми грушами. Вот. Представляете? Ладно, нашелся оппонент, он же друг, он же единомышленник, вот, Песоцкий Александр Николаевич. Но он четко разделил Сибирь для усырийских груш, как под войну. Правильно, они супер морозыки. А вот по ту сторону Урала лучше пойдут дети сибирь, ой, усыриях. Это сварок, у которого два родителя, один с Франции, один вот этот же и усырийская груша. А там потеплее, там и морозыки хватит, и прочее, прочее. И прекрасная будет совместимость, раз у него один из родителей культурная груша, значит, любую культурную грушу примет. Но он жестко поставил вопрос, там только эти, здесь только эти. А я говорю, тут и эти, и эти, и там эти, и эти. В каждом регионе должен появиться свой настоящий селекционер. Сотню семечек груш у Суреек, сотню семечек груш с ворога. Пройдут годы, вот, и вам надо будет памятник ставить, всем скидываться. Потому что от вас может пойти такое. От меня же пошло. Ну, один страну не накормлю. Да, лежит 10 тысяч семечек у Суреек груш. Да, в этих самых. С одного дерева я соберу, уже прикинул, порядка 50 тысяч семечек с ворога. Ну и чё? Пока там не раскачаются, что промышленных садов. Вот это он, по словам Лукашенко, вот это вот. В Белоруссии промышленных садов груш нет. Импорт? А я вам говорю, даже там нужны, если не усурите, пусть прав будет Песоцкий. Пожалуйста. Свароги. Кто им там не даст расти, когда один из родителей из Франции? Кто не даст расти? Ни один мороз не возьмёт. Вот так вот, видите? А я сижу со своим, как это, знаете, как чахну этот, кочей бессмертный, над златом. Вот. Три холодильника набиты под завязку. Тысячи косточек абрикос, тысячи, десятки тысяч, десятки тысяч косточек слив. Десятки тысяч, вот. И команды нет такой, что, вот если бы я был бы действительно знаком, Лукашенко в материалы мои пришли, потом мне сказали гордо, ваша книга будет теперь лежать, не читать будет Лукашенко, а лежать в президентской библиотеке. Вы представляете, мою фотографу, книга лежит у Лукашенко. Но он вряд ли читал. Почему? Он бы сразу захотел иметь то же, что у меня. Вы поверьте, мы, сибиряки, опередили Беларусь, а он-то не знает. А кто ему подскажет-то? Какой бы он ни был передовой, я уважаю невероятно Лукашенко-батьку. Но все равно чиновники знают заранее, что ему сказать. Если вдруг каким-то чудом, что-то там Железов говорил, что мы можем получить Беларусов и обеспечить. Вот. И без отравы. И мы опять, знаете, слышали мы про Железово? Вот. Так, пойдем дальше. Проблемы неопытных энтузиастов в промышленном саду. Очень коротко. Есть специальные фильмы. Кто меня запрашивал, давайте я выставлю ролики специальной фильмы. Я уже не раз к этому возвращался. Сейчас коротко. Не отговариваю, но если вы взяли за промышленный сад, то вручную не справится. Трактор с полным набором на весовое оборудование. Противопожарные полосы. Ну, допустим, три ряда полоса, не меньше, шириной не меньше трех метров. Три ряда деревьев полоса. И вокруг всего противопожарная полоса. Опять там уже может быть пять метров. Пять метров шириной. Это не должно пропустить туда огонь. Раз. Деревья, даже в промышленном саду. Вы видели, промышленные сады там ни одной травинки. Сколько я вам показывал фотографий? Много. Но тем не менее, я утверждаю, что Прествольные округи должны быть... Россия, это даже не Беларусь. Прествольные округи должны быть зарощенной травой. Но главным питанием будет получать, это мои наблюдения, потому что у меня половина того участка, что сейчас у меня в Красном Хуторе, им уже 30, ну, когда докупал 10, потом 20, 30, 40, 50, 60 суток. И вот первые 10-20 уже отказалось бы там уже стоматонны оттуда вывезены по этой самой плодов. Там уже все, земля должна быть обесцежена. Все. Вы что вы думаете? Когда этого не случилось, когда у меня нормально вырожай, особенно груш, вишни хоть бы хны, вот, абрикосы пусть через год сейчас стало сложнее, спора нет, но это климат. И все-таки, почему у меня почва не представляет? А я знаю почему. Если в природе идет, я говорю о важнейших вещах, потому что еще и студенты должны это знать, им это дальше продолжать, они этого не знают. Если по, допустим, Докучаеву там, допустим, другие авторитеты носят, за тысячу лет прирастает один-два сантиметра. Это само собой. То есть трава берет, она от, как это называется, ну, она сама себя сгнила, так, чуть-чуть, добавилась к гумусу, чуть-чуть, и за тысячу лет аж один-два сантиметра. Вот показ, за тысячу лет. Так. Теперь, значит, я кашу весна, уже в конце мая первый покос, она мне уже по колено скосил. Что после этого происходит? Ура! Появляется возможность подняться из почвы семенам, которых не было шанса. Вообще было ноль шанса. Вот одна победила, другая нет. Что интересно, я потом годами смотрю, меняется вообще это, состав травы. То есть, тут такая трава, потом такая, потом миллион этих одуванчиков до следующий год. Вообще непонятно, какая. Потом, ну, в общем, а почему тухская сила, шанс у другой травы. За месяц, с апреля по май, за месяц полтора, уже я обеспечил зелёным удовлетворением, они, быстро перегнет, они же их это, мы это, тррррр, он же их превращает в труху. В июне покос. В июле покос. Вы понимаете, что это, что делается в природе, сделав 4, вот сейчас я последний кашу, хоть руки обваливаются, но я возвращаю больше, чем даже рассчитывала сама природа. массу скосили через месяц скосил через полтора месяца скосил и наконец последний это и есть главное удобрение ну пожменьки этого самого древесного угля и больше ничего проходит десятки лет и ничего, вот этот момент но мы вынуждены считаться тем, что нужен трактор который весной скопали не скопали, а спахали так плугом потом проходит месяц-два и вот на спаханном еще больше прет трава аж на метр поднимается вот все что было перемешали и новое шансов еще больше у травы, у семян которых шансов не было мы же все, с нуля начинается опять, третий раз но в зиме опять она должна быть отсутствовать трава потому что даже осенью бывают пожары в середине лета бывают пожары если уж дикая жара и так трактор с полным набором раз конкретно я написал противопожарные ежегодно спашка обкашивание приствольных кругов а, ребята это касается шестисоточников то же самое а то я начал там гектары гектары это все касается вот и у вас это шестьсоток могут сгореть поняли дальше обкашивание приствольных кругов понятно вот полив бочкой на колесах если у вас несколько гектар будьте добрые как вы будете поливать вот эти вот вам сотни их придется ставить мощный насос это сложно бочка на колесах есть трактор добавьте бочку на колесах арычные ну в каких-то условиях арычные подойдет в каких-то условиях капельные но капельные для меня самые худшие почему мы говорили об этом охрана охрана это важнейший момент вот о стороне с ружьем или о волкодавах давайте пропустим эту тему но про охрану надо думать вот где вода взяли вы это несколько гектаров вы еще не знаете где вода так если рядом пруд значит вода близко совсем близко ну то есть если это не крутой склон вода близко вы это уже знаете если например я показывал схемы под водой на одном и том же участке может быть на одном метре два метра до воды а в пятьдесяти метрах возьмите второй колорус выкопайте а там десять метров здесь есть линзы из глины а там нету это все сложно и так не зная где вода садить брать участок даже нельзя но есть варианты биолокации и то надо верить тому кто будет с умным видом за деньги ходить с рамками вот тут вода а там окажется что до нее не три метра а тридцать метров и такое может быть вот поэтому поэтому значит не решив проблемы с колодцем можно вообще не брать вот этот момент идем дальше если вы хотите вырастить сад семечковых культур только прививать и не надеяться на то что я это самое у меня интересный такой момент вот возьмем яблони да грушам я больше верю почему-то вот сейчас я выковыривать мне помощники девочки подрабатывают семечки из очень крупных да вы их видели не раз в фотографии 200-300-400 граммов вот такие вот вот жду когда специальная лоджия там типа 40 градусов весна улица 20 через лоджию специально дозревают перезревают беру семечки вот и вы знаете у меня очень много плодов я вам показывал именно антоновки от антоновки обыкновенные это антоновки 400 граммов а вы знаете что я ни одной семечки не взял а вот так можно запороть все как не хочу привать и не буду вот давайте мне семена культурных яблонь груш я вынужден человеку долго и нудно объяснять однажды мичурин взял вырастил антоновки привитые получил крупные отборные плоды взял с них семена вырастил и получил дички тогда он посмотрел на подвой а подвой был дичок и сказал подвой испортил будущее семя а значит будущее плоды и вы знаете я уверен что это не совсем так а проверить не хочу и вас не подставляю и из большого урожая я показывал антонов я не выковырял ни одного семечка и не буду почему меня мичурин напугал а вдруг я подставлю людей а с грушами я почему-то не так боюсь вот я смотрю дело в том что груши они сладчайшие я смотрю некоторые имеют 200 грамм 300 400 грамм в основном сторонник этих самых ух этих ух гигантизма и вот когда я беру из них семечки сладчайшие груши у меня просто интуиция подсознание не может быть что из этой семечка ну пусть он не за 3-4 года заплодается как при этом пусть 5-7 лет 8 лет но будут все равно помельче но сладкие груши ну не не может быть иначе эти я собираю и говорю тут я не отказываю а что потом а потом вы мне напишите если я буду жив вы знаете оказалось что это дикари выросли ну вряд ли дикари ну может быть ну сладчайший груш чтобы выросли дикари ну ни за что не поверят тем более что сладчайшая груша опыляет сладчайшая груша так идем дальше итак семечковые два этапа хотите иметь роскошные сорта только перевивать а два этапа это пожалуйста вначале сибирку у меня накупите семян вот и луссурийские груши и еще добавил груша сварок как компромиссный вариант для европейской России вот и спасибо огромное Писовскому который мне застрел это внимание на что я очень благодарен магазинное и рыночное сажен исключить выращивать только самому значит магазинное это такое дерьмо которое несусветное и как они имели право продавать посреди зимы и они посреди зимы даже зацветали а к весне они все мертвые а люди не понимают этого а рыночное ну рыночное это на совесть торговца вот ой как все они мне назвали назвали различные добитья это у меня значит Татьяна Александровна она жалуется мне до 50 минут не каждые но некоторые до 50 минут ее потрошат буквально скажи 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 вот а это а это а есть чтобы не потерять клиента не послать его ей приходится отвечать отвечать через через час она уже не жива не мертва выматывает так а я еще говорю Таня я тебе сочувствую потому что в крупных питомниках где продают это есть саженцы это значит там проще эти брут лапшу вешают а где говорят глядите деньги это официальный питомник там специально как же она назвала какое слово я его испотреблю женщины для питья что ли сотрудники для питья то есть их задача когда будет многочисленная практически все высылает то такое дерьмо я то знаю что говорю а им же надо потом как то чтобы отчет отчет звонит они же знают заранее что будет звонит раздневный чек который прислали они даже не проснулись вот эти вот специалисты для питья значит что к чему говорю рассчитывать на уличные нельзя все равно убедят это у них особое у них особо а если не убедят то умрут голоду поэтому они убедят вот значит выращивать самому ничего тут сложного нет про белокас говорил сказал хранение плодов без отравы если без отравы она зараза не хочет храниться представляете есть специальные способы как убить чтобы она не гнила продукт явно как груша она должна быть это отдельная тема а как быть нам с вами можем ли мы хранить зимой обыкновенный погляд это значит я хранил сервис на хранил жигулевская хранил антоновки хранил пипеншафранный хранил ну еще несколько сортов хранил до мартов точно лежат и становится вкуснее поэтому для нас датчиков промышленный погреб не нужен а что делать если человек замахнулся и вырастил это самое 10 тонн 100 тонн хотя бы 100 тонн вот тут беда конечно вот тут беда это может остановить кого угодно значит задача наша побыстрее реализовать побыстрее реализовать дальше чуть-чуть пропускаю кредиты на государство не рассчитывайте обделывают как липку примеры я даже называть не буду оформитесь ИП не удали предпринимателей или КФХ как я вот удавка на шее обеспечена вот как будто специально это делается по колхозным меркам если вы нанимать кого-то будете на один человек на гектар если у вас 5 гектар его обслуживать должны 5 человек но если это если это без дураков реализация торговой сети недоступны там как это называется все схвачено это реально сегодняшнее вот это надо опять чтобы товарищ типа Лукашенко значит обеспечил вот тот товарищ который 10 тысяч вырастет который фермер которого сделал как бы как бы идолом вот если что наверное он ему сказал так но дружище выращивай свои 10 тысяч отбойных яблок сдавай в магазины в которых есть промышленные холодильники и чуть что вот тебе телефон я его это самое пусть только кто скажет тем из нас кто размахнулся на несколько гектар кому жаловаться когда будет все это гнить и никому не надо вот это тоже минус мы должны это знать наемный специалист представляешь что сам нужно же кто-то ухаживает за садом правильно хоть как-то я за ним не ухаживаю но бывают такие обстоятельства когда все-таки уход нужен представляете дикая засуха хочешь не хочешь а порьешь вот потом значит есть способы снизить снизить опасность этих же весенних заморозков в отдельный разговор кто-то должен это делать правильно вот потом ну и так далее значит если вы кого-то наимете он даже диплом покажет настоящий диплом не купленный в этом метро в переходе а настоящий диплом вот он все равно уничтожен сам сам его даже помогать не надо вот это мой пример из жизни я несколько раз приводил он настолько яркий вот это специалисты которые не умеют не понимают ничего это они достали где-то огромное количество золы и под каждое дерево не раскидали вот так где у них ноги золу раскидали а по ведру по пол ведра золы засыпали прямо на штамп вот так поставьте поняли нет дошло как легко убить деревья вот ну и тут много чего я про это рассказывал то есть вот такие специалисты они загубили сад на 8 гектарах 6 миллионов похоронил вот и мне даже кажется потом этот хороший уважаемый человек значит он умер от онкологии через несколько лет но сад умирал при нем я ничего не мог сделать ничего поздно это ему вот эти сады запретили машину послать а сказали мы только посылками ну ясно почему он же мог приехать посмотреть послать и вернуться с пустой машиной а тут что есть то и посадил миллионы потрачены людей нанял ничего не столько денег ухлопал и наверное когда у него случилась с ним онкология возможно в сроке жизни я не говорю что у нее бы не было если бы не было сада но возможно что вот это бессилие это ужас я ему рассказал как он эту книгу брал читал и калечил деревья брал читал это самое абзац за абзац и калечил 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 их и так надо было с посылок сразу выбрасывать а еще несколько лет платил людям которые ничего в этом не понимают их жрали мыши вот часть из них сожрали мыши под травой не видно было даже а мне за что смотрю на них листьев нет да вот видели вот это вот это запомните раз навсегда друзья когда я держу не худше саженец больше было еще хуже последнее лето на них листьев нет видели ну все вы поняли что такое нанятый специалист и все же кредиты начинать то если денег нет я сразу говорю честно запасите бесплатную веревку и мыло может не пригодится но если денег не будет то у вас же бесплатная веревка будет альтернатива не вылазим за пределы одного двух трех гектар вот это по плечу это будет маточный сад он же плодопитомник он же селекционный сейчас я общаюсь человек просто взял бухнул 13 тысяч и сказал мне персики мне сливы груши черешни все 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 и вдруг выясняется я реальный случай я надеюсь что он увидит этот самый он очень занят он работает грушиком и как говорится не из богатых так вот живет он в Астраханской области я сразу я знаю Астраханская область это не мое вот и например в Сочи где сплошная глина я бы наверное не смог бы вырастить абрикосы наверное даже не стал бы пытаться а чеку чтобы его то что он эти эти 13 тысяч что он мне прислал превратились в какие-то деньги как-то вернуть эти деньги тогда я говорю ждать пока это все заплодоносит а скажите спрашиваю я железу а скажите пожалуйста Александр а у вас там абрикосы есть а то говорю ростовщане жалуются что у них абрикосов нет а какие абрикосы на пятый год все все пропадает и тут я думаю или действительно они не могут там расти эти абрикосы ростовская область а рядом астраханская может они правда не могут там расти но надо разбираться в этом надо кому-то тысячу две десять тысяч костик посадить и ждать ждать это уже давно должны были сделать там же северо-кактарский институт где абрикосы вы же угощали Медведеву президента Путина президента я же видел столы ваши крупные отборные яблоки крупные отборные этот самый крупные отборные виноград все и все и тогда я спрашиваю значит кто-то проделал эту работу выпишите уже за пол цены это пойдет недорого несколько тысяч косточек посадите в своем этом северо-кавказском этом самом ждите пусть еще пять-десять потеря но то что останется это всегда будет и вдруг окажется что на пятый год не сгнили пусть половина сгнили пусть 90% сгнили ну кто-то должен эту работу и что мне делать с этим Александром из Астраханской власти не путайте с Архангельской это самый юг это рядом Каспий и тогда что мне делать я говорю а давайте сразу чтобы деньги вернуть я побольше положу в Абликос а вы их сразу прорастите а у них хорошая всхожесть и сразу на продажу и это не будет обман во-первых вы будете говорить это от Железова может большинство не слышали обо мне но я же живой это село историческое речи вхожу в историю вот раз это не от кого попало это из лучшего сада России или хотя бы Сибирь второе значит будете пробовать садите в разных местах здесь примет там не примет но я уверен что не может такого быть чтобы все абрикосы на шесток отзагнивали а может быть им все это чаще делали а как же как-то абрикосы не проредить да уж что а зачем его проезжать его природа специально вот так растила и зачем его переделывать столько умников развилось ужас может поэтому нет у вас абрикос косточку на листнице тебя посадишь черневская рец гнивает может до сих пор не знают специалисты северо-кавказской института об этом мне доказывала это самое московского ботанического сада супер специалист доказывала мне что это 5-6 сантиметров 5-6 сантиметров закопать землю косточку через несколько лет на востоке там приморье в Хабаровском крае в Питере вспоминали мы что там этот еще какой-то город вспоминали мы с вами вспоминаем мы с вами вспоминали Карелию чертовой матери сгниет же куда он денется сгниет тем более что дайте до самых до холмов уже эти специалисты уже после меня только начали говорить давайте будем садить на холмы да это моя заслуга и вот что получается маточный сад это значит сразу кладопитомник как можно быстрее отбить деньги вот это пункт 14 так что мы будем делать у нас ну с опозданием да тогда мы с опозданием закончим у нас еще почти час есть поэтому давайте я сейчас схожу кипяточку подарю ладно у нас вот вот Продолжение следует... 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 вот и получается а вот самое ну то есть то есть то есть Канада даже даже слишком благодатна для нас мест